Привет всем! Сегодня наконец-то снимаю обзор на мои книги серии Timeless. Здесь всего три части, ну пока три, но я не знаю, вряд ли автор еще что-нибудь выпустит. Вот, я вам обещала еще, когда DVD снимала, и также я в скором времени, надеюсь, в скором времени, выпущу видео с DVD сапфировой книги. Рубиновую мне есть, я ссылку скину под видео и сапфировую. Сниму, ну, потом ссылку все равно под это видео скину. Так что, если вы поздно посмотрите, может быть, вы увидите эту ссылку уже. Ну и хочу снять свое мнение по поводу этих книг, немного сравнить их с фильмами, вот, ну и свое мнение сказать. По поводу своего мнения, что я вам могу сказать, это мне эти книги очень понравились, я даже их хочу сейчас в какое-нибудь ближайшее время перечитать, если у меня будет время, конечно, на это. Не знаю, мне, конечно, они, да, рассчитаны на молодежь, но, не знаю, они такие... Мне нравится вот эта линия Гвендолин и Гедеона, то есть у них такая интересная любовь, если так можно выразиться. То есть, в принципе, сюжет трех книг описывается... В сюжете трех книг описывается всего лишь, по-моему, две недели, да, их жизни. То есть, как Гвендолин узнала, что она носитель Гена, и до того момента, как они там, ну, соответственно, замкнули круг в хронографии, да, и получили этот эликсир. Вот, ну и, как бы, конечно, там все хэппи-эндом закончится. То есть, этого графа Сан-Джермена они все-таки, ну, скажем, уничтожат, я не знаю, так можно выразиться. Ну, в общем, с ним будет покончено. Вот, ну и, насколько я понимаю, я где-то читала, что всего лишь две недели. То есть, эти три книги посвящены две недели. На самом деле, книги типа Орудия Смертина, которые я снимала, там тоже не... То есть, там каждый день описывается персонажи. Нет такого, то есть, допустим, Гарри Поттер там целый год в книге, да, описан. Мы знаем, ну, учебный год, что описан учебный год. Здесь нет. Здесь вот каждый день она встала, там помылась, оделась, позавтракала и пошла. Вот. Ну, давайте посмотрим каждую книгу отдельно, и я расскажу вам общее мнение. Если вы смотрели только фильмы, то скажу вам, что, в принципе, фильм «Рубиновая книга», он практически снят по книге. И что там не то, это то, что добавлены сцены. Допустим, вот начальная сцена, где Гвендолин встречается, ну, первый раз видит Гидеона, там вот у них день рождения исправлять, ее нет в книге. И вот эти конечные сцены, типа, она хочет узнать пророчество Рубина, они там залезают в эту библиотеку, ну, или в архив ложи. Потом они идут в какой-то там 53-й, что ли, год, чтобы найти это пророчество. Гвендолин падает с башни, разбивается там, ну, вот этого вообще нет. И, соответственно, ну, хочу вас расстроить, что балла в конце фильма, который есть, его в книге нет. Ну, мне кажется, балл придуман для такой прямо, ну, для романтичных девчонок. И сцена, где она с Гиданом идет к графу Сен-Джермену, где он там ее, ну, типа, душит. И сцена... Так, с Сен-Джерменом и вторая сцена, что-то я забыла, какая. В общем, там они переставлены, но помните мне, пожалуйста, может, я сейчас вспомню. А, сцена, где она идет к Леди Тилни, чтобы взять ее кровь для хронографа, они немного местами переставлены. То есть, по сути, книга кончается сцена, где они после вот этой встречи с Леди Тилни сидят в церквушке, вот в этой, в исповедальне, да, и он ее целует. Он по книге, на самом деле, целует ее первый раз там. Вот, ну, давайте посмотрим на книгу. Так вот у нас она выглядит. Они очень маленькие, эти книги. То есть, их очень быстро... Они быстро читаются, но, видите, шрифт большой, достаточно... Самая большая третья книга. Выпущена она в 2009 году, а вот издали ее в 2016 у нас. Вот, тут интересно то, что сейчас, ну, допустим, перед каждой главой написаны какие-то интересные заметки. То есть, либо какие-то выписки из журналов вот этой ложи, либо вот всякие интересные факты. Ну, допустим, вот так вот. Ну, и посмотреть, чего тут у нас есть. У нас вот такое оглавление и где-то 350 страниц. Даже есть список действующих лиц. То есть, если вам интересно. Вот. Ну, я очень советую. Мне книга очень-очень-очень-очень нравится. В принципе, если вы посмотрели фильм, то считаю, что вы как бы прочитали книгу. По мне, так, фильм практически как книга, но только что там доставляли эпизодов. Ну, на самом деле, если бы они не вставили, ну, фильм бы, наверное, закончился за 40 минут. То есть, так, не вариант. Ну, в принципе, эти эпизоды не такие уж и плохие. И, ну, есть, конечно, момент. Допустим, Гвендолин с духом, который у них жил в школе, она разговаривала с ним уже чуть ли там не с самого момента, как попала в эту школу. Вот. Дальше, саппировая книга. В принципе, что сказать про книгу и про фильм? Они похожи. То есть, ну, вот саппировая книга, она, да, в ней все вот эти вот, вся вот эта движуха в ней описана. Единственное, что нет, вот эти вот, так сказать, насиновали. То есть, занятия любовью их, когда они там попали в какой-то 53-й год, что ли. Вот. Там, ну, в книге есть то, что они там целовались на зеленом диване, когда их посылали лапсировать. Но в книге не было никаких занятий любовью. То есть, когда он не влезал к ней в окно, вот, и не было того, что там. Но я думаю, это добавлено, чтобы вот так поинтереснее сделать, знаете, так заинтересовать. Также вот эта вот обида Гедеона, что она ее предала. По мне, в книге она была не такая серьезная. То есть, он как бы ее там видел, да, но он не придал такому уже значению, что она мне предала. Там она такая вся раз такая. Вот. И в фильме мы узнаем о том, что Люси и Пола не родители Гвендолин. А это мы узнаем чуть ли не в конце вот этой вот изумрудной книги. Есть, конечно, нестыковочки, но Сапфирова еще более или менее, да, вот по всяким вот этим балам, их путешествиям. Она похожа на книгу, ну, фильм на книгу. Так, ну, тут стиль тот же самый, оформление. То есть, она была выпущена в 2010 году, а вот у нас тут 2016. Так вот у нас тут выглядит тоже перед каждой главой у нас вставочки. Ну, допустим, вот такая вот интересная табличка. И что тут у нас дальше? Она у нас где-то 340 страниц. Она тоже маленькая, очень быстро читается. Прямо. Мне очень нравится вот такая вот любовь между Гиданом и Гвендолин. Такая, знаете, ну, естественно, такая милая. Такая, не знаю, детская, что ли. Ну, мне вот очень понравился этот момент. То есть, он, видимо, в нее чуть ли там не сразу влюбился. Сначала, да, конечно, книга заканчивается тоже так же, как и фильм. То есть, она там разочарована в нем и так далее. Вот. Но, не знаю, это любовь такая прям чистая. Мне нравится. Я бы еще раз прочитала. Мне прям очень понравилось, как это все расписано. Ну, и «Изумрудная книга». Это, я не знаю, это просто отдельная часть. Есть фильм «Изумрудная книга», есть книга «Изумрудная книга». И это вообще что-то абсолютно разное. Я не знаю, зачем они так сделали. По мне, так в книге очень все классно расписано. Вы помните, если вы смотрели фильм «Рубиновая книга», там, когда Гвендолин путешествует, ну, поначалу, она узнает, что она путешественница во времени, да, и в школе она попадает на бал, где видит саму себя с Гидденом, целующуюся. Вот. В фильме этот эпизод был показан. И на самом деле этот эпизод раскрывается в этой вот «Изумрудной книге». Но в фильме, видимо, забыли или забили на него. В общем, его нет. Честно говоря, если вы посмотрели фильм, то книга вообще не такая. Есть моменты. Ну, то, что я сказала, допустим, момент из сэфирового, ну, фильма, перенес он в «Изумрудной книге», где она узнает, кто ее родители. Вот. Также, по-моему, она хронограф находит только в «Изумрудной». Ну, исправьте меня, я, может, уже что-то подзабыла. Но, естественно, путешествие с хронографом, но совсем вообще другое. То есть она в этой книге, она вместе со своим дедушкой пытается узнать вот эту вот загадку Сан-Джермена. Также, конечно, они путешествуют на этот бал. Да, ее тоже убивают в «Изумрудной книге», и она оказывается, что она там бессмертная. Вот. Но ее убивают не выстрелом, там, шпагой ее закололи, причем специально, потому что, чтобы выполнилось пророчество. Вот. Она остается жива. Гидеон там потом к ней приносится домой, что он так волновался за нее. В общем, она на него там обижается, всю книгу, но, тем не менее, он все равно, ну, как бы, его тянет к ней. Не знаю, мне книга, вот, честно, мне она больше понравилась. Я когда фильм смотрела, когда там Гидеона убили, и все, его там похоронили, и я думаю, типа, что вообще, по-любому, если он вернется, ну, не может быть так. В общем, не знаю, что они там задумали. Видимо, они хотели какой-то блокбастер сделать. Мне вот «Изумрудный фильм» меньше нравится, чем остальные части, то есть первые две я еще пересматриваю так с желанием, а «Изумрудный» как-то не очень. Ну, вот книга прям вообще, я буду еще по книге сняла, или, может, пересняла еще и по книге. Она тут самая большая по объему, то есть, ну, она как-то больше читалась, хотя вроде по страницам не особо большая, но, мне кажется, здесь, наверное, интервал шрифта чуть-чуть больше. Оно здесь 430 страниц, на самом деле, практически на 100 страниц больше. Я вам советую прочитать книгу, посмотреть фильм. Если вы смотрели фильм, то вы не знаете, что было в книге. Вот, и что еще? Там, конечно, все запутано с этим графом Сен-Джерменом, то есть они догадываются о том, что... Ну, сейчас будут как бы спойлер, да, они догадываются о том, что ему все-таки удалось изобрести эликсир бессмертия, и что он живет и сейчас где-то рядом, но они не знают, кто это. Но если вы смотрели фильм, да, вы поймете, что это вот этот учитель истории, мистер Уитман, по-моему, так его зовут. И как бы он и есть граф Сен-Джермен, который живет там с 1700 какого-то, я уже не помню, года по сей день. Вот, и они поймут, что надо как-то так прокрутить все, чтобы все равно расправиться с этим графом. Вот, ну и там прям вот, на самом деле очень надо подумать, потому что все очень запутано с путешествиями во времени, и что дедушку Гвендолин, он не сам от сердечного приступа умер, а все-таки кто-то поспособствовал его смерти. И в конце концов, если вы видели в фильме Гидеон и Гвендолин, в конце Гвендолина выпивает этот эликсир и становится тоже смертный. На самом деле эликсир выпил Гидеон, и он стал тоже бессмертным. То есть его там тоже пытались убить, но он все равно выжил. Если вы смотрели фильм, то есть, кстати говоря, альтернативная концовка фильма. Честно, если я найду, я ее видела в YouTube, я вам скину ссылку под видео. Там я как-то, там по-немецки, да, все, если я вот найду, обязательно я ее видела. Она там коротенькая, конечно, она без перевода, но я думаю, так понятно, они тоже самое говорят. Включите субтитры, по-моему, они там есть. Вот, то есть есть альтернативный конец, где не Гвендолин выпивает этот эликсир, а Гидеон выпивает, и они типа становятся бессмертными. Ну, видите, режиссер фильма решил, видимо, свой сюжет, чтобы, ну, типа интрига была. Ну, не знаю, сейчас, видимо, так модно заделывать какие-то интриги, чтобы ничего непонятно было. Так же, как с сериалом Орудия Смерти, где что-то свое там придумывали, все по-другому, все по-другому, и, короче, чтобы вы, вам было интереснее, видимо, чтобы вас держать напряжение. Что скажу? Книга, это прям вообще наполнена событиями, очень крутая, ну, вообще мне все понравились. Ну, здесь как бы самое начало, то есть мы еще ничего не знаем, мы даже Гидеона там чуть ли не в середине книги узнаем. Здесь, конечно, немножко так, не особо наполнен событиями, то есть они под конец книги. Здесь, конечно, события, там любовь и все такое, ну, здесь прям вообще. Я очень советую прочитать книги, очень советую посмотреть фильмы. Они вообще в свободном доступе, без проблем. Фильмы посмотреть, ну, вот изумрудную, ну, напишите мне свое мнение, как вам вообще это. И советую посмотреть мой обзор на DVD-рубиновую книгу. Там я скинула много ссылочек на саундтреки, короче, много ссылочек там скинула. Тоже советую посмотреть. Ну, по крайней мере, придите по тем ссылкам, посмотрите доп-кадры к Рубиновой книге, саундтрек крутецкий и так далее. Надеюсь, вам понравился мой обзор, он вам был полезен. Пишите, что я не сказала. Я старалась не все выдавать, конечно, на некоторый момент я выдала. Пишите своего любимого персонажа. Мне, допустим, очень нравится Лесли. В фильме она абсолютно не такая, как по описанию в книге. Но я на самом деле, мне как-то вообще все равно, мне кажется, в фильме она прям вообще классненькая такая. Мне нравится Шарлотта в фильме. То есть она такая прям модель-модель. Но она на самом деле, походу, там почти модель. Я ее фоток очень много смотрела. В книгах, конечно, Гвендолин с Шарлоттой не стали такими подружками. Но, кстати говоря, в этой книге и в фильме вот тот момент, где у них была вечеринка, типа в зеленом цвете, это есть. Вот там, где Шарлотта поет на столе. Вот. Они стали, конечно, подругами по книге. Шарлотта также осталась такой же с Лючкой. Но, тем не менее. Вот. Советую посмотреть все и как-то выработать свое мнение, что вам нравится, что вам нет. Но книги очень советую прочитать. Их легко купить. Они есть на Азоне. Вот, кстати, в Лабиринте их нет, но есть DVD. Я не очень понимаю, почему их нет в Лабиринте. Я вообще в другом магазине купила. Но я с другими там книгой заказывала. Решила за компанию взять и эти. Но на Азоне они есть. Вот. Так что без проблем найдете. Огромное спасибо за внимание. Надеюсь, вам понравился обзор. Он вам был полезен. Очень-очень рекомендую. Очень легко читаются книги. Они, конечно, молодежные. Но для тех, кто верит в сказку и любит романтические истории, почитайте. Рекомендую. Огромное-огромное спасибо за внимание. И пока-пока.